Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале «Экзегет» продолжаем читать книгу пророка Исаии. На очереди 30-я глава. Эта глава состоит из нескольких пророчеств. Она объединяет с собой несколько пророчеств. Все они относятся ко времени правления царя Езекии, Хискиягу. И вот первое, которым открывается глава, возможно, следует датировать 703-м или 702-м годом до Рождества Христова, то есть временем, которое было после известного события нашествия Синахирима к стенам Иерусалима и приблизительно то же самое время, когда Господь сотворил это великое чудо, когда в одно мгновение ока погибло по меньшей мере 185 тысяч воинов ассирийских. Начинается пророчество с того же самого междометия, который на церковнославянский язык обычно переводится через «увы», на русский «через горе». «Горе непокорным сынам», — говорит Господь. «Эти непокорные сыны», — это, конечно же, израильтяне, «баним соры рим», «и им горе». А почему им горе? Это говорит Господь, это не пророк говорит, пророк лишь передает слова Господни. «А горе им потому что», — дальше объясняется, «потому что они делают совещание, но без меня», — прямая речь Господа, «и заключают союз, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху». Прилагают грех ко греху они тем, что совершают какие-то действия необдуманные, нецелесообразные, глупые, не посоветовавшись с Господом, не вопросив его пророка, того же самого Исаию, например. Как часто люди сами принимают решения и не ищут благословения Божьего? В чем же состоит вот это вот неразумие, конкретно в чем оно состоит, неразумие иудеев времен пророка Исаии, состоит в том, что они ведут, прежде всего царь, конечно, и его министры, ведут неправильную внешнюю политику. Дальше второй стих об этом говорит. «Не вопросив уст моих, то есть уст Господних, Примарич Господа, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта». Египет в то время находился в глубоком упадке, и на Ближнем Востоке господствовали ассирийцы. Новая ассирийская эпоха началась за несколько десятилетий до этого, начался ее подъем за несколько десятилетий до этого пророчества, и она постепенно набирала все большую силу на фоне слабеющего в военном, политическом, экономическом отношении Египта. И вот полагаться на Египет глупо еще и потому, что это ненадежная опора, и укрыться под тенью Египта невозможно. Если бы евреи задумались того времени, то они бы так не поступали. Ведь возвышение ассирии, ассирийской державы, оно было не без воли Господней. И зачем противиться Господу? Вот часто пророки действительно критикуют глупую, неправильную внешнюю политику. Эта политика такая неправильная проводилась и на севере, в северном израильском царстве, и, как мы видим, на юге тоже. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище по тенью Египта бесчестьем. То есть надежда на Египет ни к чему иному не приведет, как к разочарованию. И евреи постыдятся, что надеялись на Паро, на фараона, и на Египет. Потому что князья его, 4 стих, имеется в виду князья Иерусалима, Сарим Иерушалаем, уже в Цоане, и послы его дошли до Ханеса. Цоан и Ханес – это топонимы, которые обозначают города в дельте Нила. Цоан, например, упоминается также в одном из псалмов Цоан. А Ханес, он известен как Анусису Геродота, или, скажем, еще под другим именем известен, как Гераклеополь. Вот эти самые здесь города упоминаются, находящиеся в дельте, то есть уже в Египте. И вот послы, Малах – это и ангел, и посол, но здесь конкретно имеется в виду, конечно, не ангелы, а послы, посланные иудейским царем, они уже дошли до Цоана и Ханеса, то есть приближаются уже к столице, чтобы прийти к фараону и заключить с ним военно-политический союз, который, конечно же, египтяне с радостью заключат, потому что это союз против их главного врага, на то время Ассирии пройдет еще несколько десятилетий, и ассирийцы покорят Египет. Ну вот здесь египтяне очень опасаются, конечно же, ассирийцев, и пытаются всячески сколотить антиассирийский союз, антиассирийскую коалицию, и втянуть в нее иудею, но иудея и сама не прочь, видимо, тоже противостать ассирийцам, но у самих иудеев, конечно, нет такой силы, чтобы противостоять мощной армии новоассирийской державы с ее передовыми родами войск и передовым оружием и стратегией, очень передовой на то время, и они думают, что Египет сможет им помочь отстоять свою независимость перед лицом ассирийской угрозы, но это опора ненадежной Египет, и под тенью Египта невозможно будет иудеям укрыться, говорит пророк Исаия, вернее, как сам Господь говорит через Исаию. «Все они будут постыжены из-за народа, иудеи, их князья, да и царь, будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них, то есть египетский народ. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам, стыд и срам, потому что потерпят они от ассирии, в конце концов, урон». Ну, как мы знаем из священной истории, вообще из истории ассирии, из истории иудеи, вообще мировой истории, ассирийцы пощадили такие, и не раз пощадили южное иудейское царство, в отличие от северного. Северного они покорили, разрушили, прекратили конец его существованию. Всех северян, где десятиколенное северное царство, основное население его депортировали в пределы коренной Ассирии, а вот с южным царством не было так. И при предшественнике, языке царя Ахази, Израиль, иудея, очень быстро поспешили признать себя вассалами, и в разгар Сиро-Эфроемитской войны, это 735-734 годы, встали под защиту, попросили защитывать Иглад-Паласара, третьего ассирийского царя, ну и эту защиту им ассирийцы обеспечили. Вот, при Язекии, также Язекия признал себя рабом ассирийского царя, об этом мы читаем у ранних пророков в книгах царств. Вот, и, в общем-то, Иудея пережила Ассирию, и падет уже только под натиском ново-вавилонской державы, преемницы Ашура, преемницы ассирийцев. Ну, вообще, очень полезно, дорогие друзья, знать общий исторический фон событий, общий исторический фон, на которых разворачивается священная история, и к которым, к этим событиям, общей мировой истории древней, отсылают многие-многие трудные, порой непонятные, без контекста общей мировой истории, места в пророческих книгах, в том числе у Исаии. Дальше читаем шестой стих. «Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетение тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи, они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы». Послы посылаются с богатыми дарами. Все, чем богата земля иудейская, навьючили и идут по этой земле. В то время действительно водились львицы и львы, аспиды, ядовитые змеи, ядовитые присмыкающиеся, летучие змеи здесь упоминаются, вернее, в единственном числе, сараф-меофеф, сараф, отсюда слово серафим, например, в русский язык перешло, и имя есть серафим, это сараф во множественном числе, сараф, вот здесь сараф-меофеф, летающий змей. Кстати, вот эти серафимы, эти серафимы, они упоминаются не только здесь у Исаии, но и в Пятикнижии Моисеевом с ними встречаемся, и в других местах священного писания. Загадочные существа, и вот здесь эти самые упоминаются летучие змеи, сараф-меофеф, в единственном числе летучий змей. И вот, несмотря на такие опасности, которые представляет собой пустыня, все-таки в Египет посылается посольство для того, чтобы с египтянами заключить антиассирийский союз, союз против Ассирии. Для этого языки посылают своих послов туда. Седьмой стих. Помощь Египта будет тщетна и напрасна. Ну, повторяется то, что было сказано выше в начале пророчества. Поэтому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Сидеть спокойно, сила их. Вот это трудное место, окончание седьмого стиха. Здесь на самом деле в еврейском тексте стоит слово, может быть, даже имя Рагав. Рагав – это существо Рагав. Упоминается также в 87-м у иудеев, у нас это 86-й псалом. Также упоминается в книге Иова Рагав. Это такой монстр примитивного хаоса, чем так же, как и Левиафан, Левиатан. И Рагава, и Левиатана, Господь победил свою силу, усмирил его. И вот, к сожалению, в синодальном переводе он сделан, видимо, по конъюнктуре. Говорится, что сила их сидеть спокойно. На самом деле там говорится об усмиренном или обузданном, что ли, Рагаве. Вот этот Рагав, это чудовище, этот монстр примитивного хаоса, это олицетворение Египта. Как Танин, крокодил, например, тоже олицетворение Египта. Аллегория Египта, точнее, так скажем, аллегория Египта. Рагав. И вот Египет усмирен Господом, так же, как усмирен, сила его сокрушена, так же, как усмирена сила и сокрушена сила Рагав. С 9 по 17 стих включительно содержится другое пророчество, к которому мы сейчас переходим. И это пророчество следует относить к началу правления царя Изякии, то есть, примерно, начало правления царя Изякии, то есть, в цепи пророчеств, которые относятся к его правлению. Вот с 9 стиха по 17 включительно содержится это пророчество. Ну, перед ним следует прочитать 8 стих, которым заканчивается предыдущий. «Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в книгу, точнее, в свиток». Значит, книги древние представляли собой свитки, Мегелот. Вот запиши на доске на какой-то, а еще и в книгу, чтобы осталось на будущее время, навеки, навсегда. Некоторые масоретские списки содержат еще и слово «свидетельство», то есть, чтобы это было воссвидетельствием. Когда вы потерпите поражение от ассирийцев, вы убедитесь, что Египет ненадежный союзник антиассирийский, и, может быть, покаетесь, что не прислушались к словам пророка, и это будет вам в обличении слова. Господь повелевает своему пророку, здесь Господь обращается к нему, к Исаия, пойди и запиши по некоторым масоретским спискам «восвидетельство им на них, против них, на будущее время, навсегда, навеки». Итак, девятый стих, с которого начинается следующее пророчество. «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня». Здесь закон Господень, Тора. Как и во многих других местах, в пророческих книгах, непонятно, как точно определить этот термин. Идет ли речь о Торат-Моше, о Моисеевой Торе, как в заключительных стихах книги Малахи? Или речь идет вообще об учении? Слово «Тора» означает «учение Господне», то есть как вообще об учении Господнем? Или конкретно о Моисеевой Торе, не всегда из контекста можно понять и определить, какая именно Тора, что именно подразумевается здесь под Господним Законом, под Господней Торой. Ну, как бы там ни было, идет ли речь о Торе Моисеевой или вообще о Законе Господнем, о его учении, передаваемом через пророков в том числе, обличение народ получает за то, что не слушают закона Господня. Девятый стих. Они не хотят слушать его. «Лоаву шмоа Торат Адонай». Торат плюс тетраграмма Юдгей Вавгей. Итак, которые... Дальше продолжается обличение, обвинение, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте правды. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Здесь, на самом деле, нет термина «Нави» в этом стихе, насколько я помню. Здесь говорится о... Десятый стих. Здесь говорится о «Роим», то есть провидцы. Провидцы, провидящие «Роим». И говорится о «Хозим». «Хозим» — это термин, несколько отличающийся по своему содержанию от «Роим». «Хозе», «Роэ» — несколько разные, но частично совпадающие эти термины. «Роэ» — это тот, кто видит, провидит, видит то, что не видят другие. «Хозе» — это тот, кто видит видение. «Роэ» — это человек, видящий через стенку, попросту говоря. А «Хозе» — это тот, которым во сне или наиу какие-то видения ему. Слово «Пророк» на «Ви» здесь нет, но синодальный переводчик перевел второй термин «Хозе», то есть человек, который видит хазон, видение, перевел его через пророка. Обычно пророк — это «Нави». Итак, вот говорят они, израильтяне, жители Иерусалима, иудеи, говорят провидцам, перестаньте провидеть, то есть предсказывать что-то, то, что вы видите, то, чего другие не видят, перестаньте предсказывать будущее. И пророкам, то есть «Хозим», прозорливцам, вот так можно лучше перевести, прозорливцам не занимайтесь прозрениями вашими, и не говорите нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Очень часто «Роэ» и «Хозе» в негативном контексте у пророков вообще в Писании, но здесь они, очевидно, в позитивном, они говорят что-то важное, нужное, видимо, от Бога, а иудеи их слушать не хотят. Поэтому критики здесь подвергаются иудеи, а вот эти самые «Роим» и «Хозим» здесь в положительном ключе поминаются. И что они еще говорят, израильтяне, в адрес этих «Роим» и «Хозим»? «Сойдите с дороги и уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Может быть, пророк так переиначивает их слова, которые они обращают к «Роим» и «Хозим», к провидцам и прозорливцам. То есть, навряд ли иудеи говорили прямо так «Устраните от глаз наших святого Израилева». Но они говорили, может быть, другие слова. Но эти слова буквально интерпретируются и столковываются как нежелание иметь перед глазами своими Всевышнего, Господа, Бога Израилева. То есть, действия и слова иудеев, которые не хотят слушать посланников Божьих, они понимаются пророком и интерпретируются так, как если бы они самого Господа не слушались. Но действительно, посланники от Господа, подлинные «Роим», подлинные «Хозим» и подлинные «Невиим», их, конечно же, необходимо слушаться. А если ты не слушаешься, то ты не им противостоишь, а самому святому Израилеву, то есть Господу. «Посему так говорит святой Израилев». Дальше прямая речь Господа. «Так как вы отвергаете слово сие и надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которая разрушение настанет внезапно, в одно мгновение». Непонятно, связано ли это как-то с проегипетской внешней политикой двора и языки, или какой-то другой конкретно исторический контекст здесь для этих слов. Но как бы там ни было, подвергается критике то, что делают иудеи во внешней политике. «То беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина». Вот когда трещина в стене, то эту стену огораживают и висит табличка «Осторожно, опасно для жизни». Вот все, что строят израильтяне, им это кажется может быть стеной, они не видят этой трещины, но на самом деле эта стена внезапно обнаружится и внезапно в одно мгновение падет, ну и конечно же погубит тех, кто под этой стеной находится, того, кто за этой стеной укрывается. Дальше вновь прямая речь пророка «И он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема». То есть от стены этой не останется даже черепушки. Ненадежно совсем эта стена и совсем скоро разрушится в мелкие обломки она прекратится, превратится. «Ибо так говорит Господь Бог, святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели и говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите, мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры». В другом месте, далеко от этого места совсем, пророк говорит, что, дальше мы услышим эти слова, что конь ненадежен для спасения, почему? Притча Соломона, вспомним. А пророк говорит несколько по-другому, он говорит, что конь это тоже плоть, и не надо надеяться на плоть, а вот на Бога, Бог есть дух, учит нас Новый Завет, вот на него надо надеяться, на него полагаться. Иудеи думают, что да, я даже если враг нападет и рухнут крепостные стены Иерусалима, сядем на коней, убежим от врага, ускачем на быстрых наших животных. Нет, ничего не получится, потому что те, кто будут преследовать по воле Божьей, они будут быстрее вас и настигнут. Последний, 17 стих этого пророчества. «От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет, как веха на вершине горы и как знамя на холме Нес». Здесь знамя – это боевое знамя. Когда израильский народ, или иудейский народ в данном случае, иужане имеются в виду, полностью полагает на Господа, тогда успех, всяческий успех, в том числе военный, на его стороне. И тогда, наоборот, от одного представителя народа Божьего бежит тысяча врагов. Вспомним книгу Иисуса Новина, вспомним славные победы Давида и так далее. А вот когда народ на себя полагается, или на силу своего оружия, или на коней, или когда полагается на Египет, который, как надломленная трость, может лишь руку проколоть тому, кто на него надеется, вот тогда все происходит наоборот. Тогда один враг прогоняет тысячу израильтян, иудеев. Поэтому Господь, Бог, самая надежная защита, надежнее всех арсеналов, всех армий мира. Он действительно несокрушимая стена и несокрушимая военная опора. Вот израильтяне этого не понимают, но что ж, поймут на опыте иудеи. Так вот, заканчивается это пророчество. Дальше голова продолжается. И с 18 по 26 стих следующее пророчество. В этом пророчестве, которое трудно датировать, некоторые относят его даже к послепленной эпохе, в нем очень много тем, характерных для следующих глав Исаии, с 40 по 66, часто называют второ, тритой Исаии эти главы. В общем, в других разделах Исаии, во втором, третьем разделе Исаии присутствуют темы, которые звучат в этом пророчестве. Ну, это вовсе не заставляет нас делать вывод о послепленном происхождении этих стихов, но темы, которые здесь в этих стихах присутствуют, они созвучны тем темам, которые звучат в главах с 40 по 66. Так вот, прочтем. 18 и 26 стихи пророчество. Другое, очередное пророчество Исаии. «Потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него». Долготерпение Господне не раз подчеркивается в Священном Писании, в законе Моисея и у пророков. Господь долготерпеливый, эрахапаем, рафхэсет, долготерпеливый, многомилостивый. Это его характеристики, подчеркиваемые пророками. И вот он долготерпит, не желая наказывать. Так и в нашей жизни, так и в наше время, в нашем поколении долготерпит Господь. Хотя и посылает порой наказание для нашего разумления, но Господь долготерпелив, и если наказывает, то в меру наказывает человека для его же пользы. Так вот, народ будет жить, дальше продолжается пророчество, и оно уже носит светлый положительный характер, в отличие от предыдущих пророчеств этой главы, говорится в утешение, пророчество утешения, пророчество надежды. Народ будет жить на Сионе, в Иерусалиме. Сион, храм будут воссозданы. Ты не будешь много плакать. Ты здесь Израиль, в единственном числе. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Когда Господь слышит и отвечает, это знак его благоволения, знак того, что наказание прошло, молитва услышана, Господь милует. И даст Господь вам хлеб в горести и воду в нужде. Плен, горесть, нужда, недостаток хлеба. И учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих. Кто эти учители? Неправильно, я думаю, переводить единственным числом, как делают некоторые переводы из большой буквы. Нигде сам Господь не называется муре, а учителями называются пророки обычно, ну или другие наставники из народа Божьего. И вот здесь учители — это, скорее всего, пророки. Поэтому оставим во множественном числе перевод и с маленькой буквы. Не слушали они Исайю, не слушали других пророков, посылаемых с раннего утра Господом своему народу, слушали каких-то глупых советников, слушали гадателей, полагались на советы собственного сердца, посылали послов в Египет, еще какие-то поступки совершали неразумные. Но здесь вот эти вот мурим — это пророки, и их они не слушали. Те самые провидцы, прозорливцы, о которых говорилось в 10 стихе, не слушали, запрещали говорить им, учить их. Ну а вот здесь уже все будет хорошо. Учителя не будут скрываться, глаза твоих будут видеть, не будут говорить, не видели бы тебя глаза мои. Наоборот, с удовольствием люди будут видеть своих учителей и слушаться их пророков. Наступит новая эпоха, эпоха мира и безопасности. Эпоха, быть может, здесь намек на мессианскую будущую эпоху, ну или на послепленную, по крайней мере. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Пророки, вот эти учители, будут руководить народом Господним и указывать ему путь, по которому идти. Путь закона Господня, путь учения Господнего, путь пророков. «Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им прочь отсюда». Многократно присутствует эта тема и у Исаии, и у других пророков, и в псалмах. Есть у них уста, но не говорят, руки, но не... Они не могут действовать, ноги, но не ходят, уши, но не слышат. Да будут подобные им все, кто их делает, этих идолов истуканов. Вот и здесь тоже обратно опять обращение к этой теме. Будет обращение в 44 главе Исаии, было обращение в начале книги. Но вот действительно неразумны люди, которые на изделие собственных рук полагаются, полагаются и думают, что это Боги. Человек сотворен по образу и подобию Божию, поэтому верхом неразумия и глупости является творить, наоборот, богов по своему человеческому образу и подобию. Мы фабрикуем божества по нашему образу и подобию. Не обязательно делаем истуканов, грубых фетишей. Может быть, это что или кто угодно, превращаемый в идола, создаваемый по нашему образу и подобию. Если мы образ самого Всевышнего, образ Божий, наделяем своими человеческими страстями и пороками, своими человеческими чертами, то мы тоже фабрикуем ложный образ Бога. И не обязательно он будет в окладе, как здесь сказано. Но это будет идол, созданный по нашему образу и подобию, идол наших представлений. Так вот, Господь строго запрещает фабриковать идолов и истуканов, требует отбросить их. И вот народ обычно не слушался, но потом, после плена Вавилонского, народ вернется уже свободный от этого порока, от этого бесконечного идолопоклонства, в котором упрекают допленные пророки. И мы знаем из истории Древнего Израиля, что после плена народ, в плену получивший вот эту мощную очень инъекцию против идолопоклонства, идолопоклонством уже не занимался. А современники Исаии занимались, занимались стылопоклонством, фабриковали идолов и истуканов. Но вот, говорит пророк, наступит такое время, когда ты всех их отбросишь, как скверну, как нечистоту, как мерзость, отбросишь этих идолов и истуканов вместе с их окладами, вон выкинешь. И будешь служить Господу в правде и святости. И дальше благословения Божии продолжаются. Человек, который надеется не на идола, а на Господа, такой человек получит обилие божественных благословений. «Дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И валы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый». Здесь иногда переводят через щавель, но здесь какой-то корм, кислый скорее, слово хамуц. «Соленый корм, очищенный лопатою и веялом». Лопата — это то, что происходит при веевании собранного зерна, когда тяжелое зерно остается на этой самой лопате, а полова, мякина, она улетает на каком-то пригорке, на холме, обычно было гумно, и там веяли, провеивали хлеб, очищали его от шелухи, от половы. Очищенный лопатою и веялом. Вот нечестивцы в первом псалме, они тоже сравниваются с этой мякиной, которая уносится легким дуновением ветра, а праведник, соответственно, деревом, глубоко укорененным у источника вод. Источники вод, вода, божественный закон, божественное учение, вот там укоренены праведники. А нечестивцы не укоренены ни в Боге, ни в правде его, ни в его законе, поэтому они очень легковесные, как мякина, которая, полова вот эта, которая от легкого ветерка ветра подымается. Вот, читая этот стих, вспоминаются как раз вот эти многие-многие места у пророков и в псалмах, в которых представлен этот образ мякины. Так вот, здесь, наоборот, здесь очищены лопатою и веялом урожай, корм будут получать эти валы и ослы. Да и сами израильтяне будут собраны в Иерусалиме, в новое, очищенное от идола в стране, словно зерно на гумне. И на всякой горе высокой, на всяком холме возвышенном потекут ручьи и потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни. Здесь этот самый день поражения – это день окончательной победы Израиля над его врагами. Вот день великого поражения, день великого умершвления, убиения даже буквально можно здесь перевести, когда враги будут уничтожены, убиты. И что же будет тогда? Будут какие-то знамения, и в светилах свет луны будет как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемера, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Врагами по попущению Господня нанесены большие язвы и раны Божьему народу. Но вот Господь, уничтожив, убив врага, обвяжет как бы этим самым его раны. Господь Целитель, этот образ часто Господа как врача, как Целителя представлен в Ветхом Завете у пророков, ну, затем в Новом Завете мы встречаемся с этим образом вновь, и уже он актуализируется, этот образ в мессианском ключе. Сам Мессия предстает как Целитель народа своего. Вспомним хотя бы проповедь в синагоге, Луки 4 глава, и у того же Луки представленный образ в притче о добром самарянине, несомненно, мессианский образ в этой притче, милосердного, доброго, исцеляющего Мессии Божьего, с которым Евангелие, естественно, отождествляет Господа нашего Иисуса Христа. Вот это тот пример, когда мы видим, как из Ветхого Завета прорастают и реализуются какие-то, актуализируются уже в мессианском Новом Завете, актуализируются образы, подобия, сравнения, развиваются и преподносятся в мессианском ключе те самые, которые изначально содержатся у пророков и вообще в Танахе, то есть в Ветхом Завете. Так продолжается это пророчество. Вот здесь 26 стих, в нем оно заканчивается, и можно сказать, что здесь представлена вся полнота божественных благословений. Здесь свет — это сам Господь, скорее всего. И вот как будет полное, сверхполное свечение луны и солнца, так сверхполным будет божественный свет, который наполнит землю и рабов Господних, и его божественные, его благословения будут в полноте во всей своей, в преизбытке, можно сказать. Слова Христа «Я принес вам жизнь и жизнь с избытком», как нельзя лучше иллюстрирует это мессианское пророчество Исаии. С 27 стиха до конца главы, до 33-го, другое пророчество. Возможно, это пророчество следует относить к тому времени, когда Синахирив угрожал Иерусалиму. То есть, опять же, время языки и время второй половины его правления, ближе к концу правления. Итак, 27 стих. «Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнено негодование, и язык его, как огонь поедающий». «Имя Господа идет», Шем. Это единственный раз в Священном Писании, где используется такое выражение «имя идет», «шем-ба». «Что это, как понять?» Здесь, видимо, имеется в виду «слава Господня». «Слава Господня» — «кавод Господень», «он идет». «Вот здесь имя», значит, видимо, «слава Господня». «Слава Господня» — оригинальное, уникальное выражение, употребляемое только здесь, в этом месте, нигде больше во всем Священном Писании. «Слава Господня» идет, и эта слава будет проявляться в его действиях. Она будет действовать, эта слава. «В пламени, пламени гнева, в негодовании, словно огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания, и будет в челюсть тех народов узда, направляющая к заблуждению». Господь направляет народы, и те народы, которые являются противниками Его Божьего народа, сам Господь вводит в заблуждение. То есть заблуждения, они идут не тем путем, они идут к своей погибели. А народ Господень, Господь руководит ко спасению. И вот здесь, словно животных, у которых в челюстях узда, словно животными, Господь руководит этими народами. Руководит, направляет их к пропасти погибели, к заблуждению. Да, а с Израилем наоборот. «А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, в ночь обновления праздника. И веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой». Гора Господня — это Цион, конечно. Твердыня Израилева — это сам Господь. Сам Господь часто называется в псалмах, в других местах у пророков, называется твердыней Господней. Цур. Твердыней и... Твердыней. Цур. Вот здесь он Цур-Исраиль, твердыня Израиля. Твердыня Израиля — это не Египет, это не идолы, это не истуканы, это сам Господь и его святое имя. Имя Господне, сказано в одном из мест священного писания, это надежная, укрепленная, твердая, неприступная башня. Вот человек, который и именем Господнем, то есть Господом, укрывается в Господе, это для него несокрушимая твердыня. Никакие арсеналы военные ее никогда не сокрушали и не сокрушат, потому что Господь несокрушим. Да, 29 стих. Об этом нам говорит. Дальше 30 стих. «Возгремит Господь величественным глазом своим и явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде». Читаем о каменном граде, сразу вспоминаются известные строки, содержащиеся в книге Иегушуа, в книге Иисуса Новина. Вот Господь проявляет свою силу, вступаясь за Израиля, ведя свои Господни брани, защищая свой народ, укрепляя его в войнах. Господь здесь проявляет свою силу, свою славу, это идет его имя, как сказано. И вот в экстраординарных таких явлениях, пламя поедающего огня, буря, наводнение, каменный град, все вот эти стихии, атмосферные все явления, они будут в помощь народу Божьему, который отверг идолов и отверг надежду на Египет, который полагается на имя Господа, для которого твердыней, цур, скалой является сам Господь. И Бог ему тогда в помощь. А когда человек фабрикует идолов или какие-то строит свои планы, глупые, внешнеполитические или просто свои житейские планы, и не берет в расчет Господа, не полагается на него, конечно же, такой человек не может рассчитывать на то, что Господь будет его твердыней, и Господь будет ему споспешествовать. 31 стих. От глаза Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый. Ашур, ассирийская империя, содрогнется от глаза Господа. Господь позволяет империям возникать, Господь сокрушает их. Нет ни одной империи, и не было никогда в истории человечества, и не будет, которые бы стояли вечно. Всякая империя, возникнув однажды, стремится к своей погибели. И Ашур не исключение. А вот народ Божий, народ эсхатологический, народ мессианский, народ, который сейчас формируется из верных последователей Господа, из тех, кто слушались пророка Исаию 8 веков назад, и из тех, кто слушается пророков, апостолов и Господа самого Иисуса Христа в наше время, формируется единый народ Божий на протяжении всей человеческой истории. И вот этот единый Божий народ, народ Господень, народ, руководимый пророками, апостолами, самим Мессией, Господом нашим Иисусом Христом, этот народ не сокрушим, не победим. И Царство Божие, которое создается, созидается самим Господом, оно, как мы знаем, не будет иметь конца. Мессианские стихи, мессианское пророчество и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, жезлом наказующим, который Господь направит на ассирийцев, на ассирийскую империю. Вот, он же жезлом поражаемый. Вот, направит на него этот жезл сам Господь. Ну, конкретно исторически, там вавилоняне с медийцами победят Ассур, и новоавилонская империя сменит новоассирийскую. Но во всем этом проявляется действие Господне. Как вообще в человеческой истории, человеческая история вся, она руководима Господом. Вот люди создают государство, царство, армии, а на самом деле это все Господь делает. Он народы одни, влагая им словно коню узду, руководит и к заблуждению. Другие народы, наоборот, возвышают до времени. Империи возникают, империи сокрушаются, сменяются другими. Все в руке Господней. Он верховный, повелитель мира и творец истории. И будет с темпанами и цитрами, торжество военной победы народа Божьего над всеми врагами, с темпанами, с цитрами. Темпан — это здесь тупим, это ударные инструменты, непонятно какие. Цитры здесь кенорим. Кенор — это кенор, часто упоминается в псалмах. Это тоже струнный инструмент. Темпан — это ударный тупим. Кенор — это струнный инструмент. Тупим — уве хинород. Темпан и цитры так переводятся на дальний переводчик. Можно перевести как барабаны и арфы. Барабаны и арфы, например. Музыкальный оркестр, военный оркестр. Глаз победы раздавайся. И он пойдет против него войною опустошительную. Господь пойдет войной против Ассура. И, наконец, заключительный, третий стих этой главы. Ибо Тофет давно уже устроен. Он приготовлен и для царя, глубок и широк. В костре его много огня и дров. Дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. Не совсем простой для понимания стих в этом контексте. Понятно, что такое Тофет. Тофет — это место жертвоприношений, омерзительных, страшных жертвоприношений человеческих, который был устроен на долине сынов Энномовых. Отсюда термин Гиенна — Энном, долина Энномовых сынов. И там стояли истуканы. И в полом чреве этих стуканов сожигались первенцы. Переносились человеческие жертвоприношения. Младенцев приносили в жертву. Это мы узнаем, например, из книги пророка Иеремии. Из других мест. Это страшное место. Это Тофет. Буквально, этимологическое значение этого термина — это печь или горение. Находилось это место на долине сынов Энномовых. Позднее, когда все это было благоверным царем Иосией, уничтожен был этот Тофет. И в дальнейшие времена там была свалка, Иерусалимская свалка общегородская. И там постоянно были черви какие-то копошились, огонь тлел, как обычно на городских свалках. И вот отсюда как раз этот образ Гиены Огненной. Черпих не умрет, огонь их не угаснет. Постоянно тлеющий огонь от этого места Гиены, этого Тофета. Там сейчас большой киноцентр построен в Иерусалиме. Кто бывал? Очень символично, кстати. Кто здесь царь? В 33 стихе приготовлен этот Тофет для царя. Между прочим, в неогласованном тексте, если мы возьмем, в огласованном это Мелех, а если возьмем текст неогласованный, то корневые буквы те же самые, Мем Ламет Хаф, можно подставить другие огласовки, и получится Молох, или Молох, божество израильских соседей еврейских, истукан которого идол мог там стоять. То есть приготовлен тот огонь, который возжигался для Молоха, чтобы приносить ему жертву в этом огне, этот огонь пожрет самого Молоха, это божество, и его истукана. Или же, возможно, другое толкование под этим самым царем, имеется в виду царь Ассирий, такое понимание, судя по контексту, тоже возможно, но тогда имеется в виду какой-то неприятельский царь, какой-то обобщенный его образ, что ли, в образе ассирийского царя, потому что мы не знаем из истории, чтобы ассирийский царь был в этом месте, в долине сынов Эномовых, на Тофете сожжен в какой-то печи, такого не было в истории Израиля. Вот такое положительное, замечательное, светлое пророчество, которое вдохновляет, утешает народ Божий и в то же время говорит ему о том, что этот народ будет избавлен от всех врагов и получит великие Божьи благословения, все враги будут уничтожены, весь мир насилия будет разрушен внешнего и не будет больше правды, несправедливости, идолопоклонства, а будет мир, благоденствие и всяческое божественное отмщение врагам Божьего народа. Так заканчивается 30-я глава книги Исаии, запись сделана для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok